Лекция по Шримад Бхагаватам Песня первая, глава вторая, текст двенадцатый, прочитанная Его Божественной Милостью Аче Бхактивданты Свами Прабхупады 18 ноября 1973 года в Дели, Индия. Субтитры создавал DimaTorzok Мы говорили о наставлениях Суты Гасвами. В чём цель жизни? Единственная обязанность человека — вопрошать об абсолютной истине. Таттва-джигьяса. В предыдущем стихе говорилось о таттве. Итак, абсолютная истина одна, в этом нет сомнений. Но в зависимости от нашего угла зрения, мы воспринимаем абсолютную истину по-разному, хотя абсолютная истина одна. Одни осознают абсолютную истину как безличный браман, другие осознают её как локализованную параматму, сверхдушу, а третьи осознают её как верховную личность Бога. Это последнее слово, верховная личность Бога. Последнее слово в науке — понимание абсолютной истины. Итак, наш Госвами Бхавананда объяснил, что такое абсолютная истина Кришна. Бхагаван Ити. Кто такой Бхагаван? Об этом тоже сказано. Бхагаван — это Шадайшварья Пурна. Он исполнен шести достояний. Бхага — значит достояние, богатство. Как, например, мы говорим Бхагаван, слово Бхагаван образуется от слова Бхага. Бхага Бхаварте Шри Карна. Бхагья. Слово Ван — это Ватуп. Астертьеватуп. Если кто-то чем-то обладает, то аффикс Ват или Мат используется в этой связи. Итак, Бхагаван означает тот, кто обладает богатствами, достояниями. Бхагаван, когда Кришна присутствовал на этой планете, никто не мог превзойти его в его достояниях. Это факт, и все об этом знают. Люди хотят наслаждаться. Это естественная склонность. Люди хотят наслаждаться обществом женщин. Здесь мы тоже наблюдаем, что богатые люди хотят общаться с красивыми, привлекательными женщинами. Я видел в западных странах, в Париже, очень много клубов. Что такое клуб? Люди ходят туда, чтобы наслаждаться обществом привлекательных женщин. Все знают об этом. Склонность такая есть. Это тоже проявление богатства. Я уже говорил про это богатство. Здесь, в материальном мире, мы наблюдаем то же самое, но в искаженном виде. Не в никак истинную реальность. Поэтому мы разочарованы. Итак, есть две категории философов. Философы-эмпирики, философы-теоретики. По этой причине отвергают материальное. Желая превратить все в ничто. Они осуждают общение с женщинами, желая отказаться от него. Но у них нет знания о том, что общение с женщинами и мужчинами в духовном мире проявлено во всем великолепии. В противном случае почему Кришна общается с гопи. Госвами, шесть Госвами. Шренивас Ачария рассказывает про их жизнь. Турнам Асейсаманна Лапатисане Садат Туччава Рупа Госвами, Санатана Госвами были министрами в правительстве Наваба Хусейна Шаха. Они были очень богатыми людьми. И, конечно, министру приходится общаться с именитыми землевладельцами, знатью. Но про них сказано, что когда они примкнули к движению Читани Махапрабху, оставив посты министра, Шренивас Ачария говорит «Тяк тва турнамашеша мандалапати». Шрени мандалапати означает «большие, великие заминдары». Знать. Они оставили общение со всеми этими людьми. Здесь нам приходится льстить и мы считаем за большую удачу возможность общения с влиятельными богатыми людьми. Но эти госвами отказались от такого общения «Тяк тва турнамашеша», не только от одного или двух. Они были министрами и все приходили льстить им. Серьезные землевладельцы приходили к ним, но они отказались от этого общения. «Тяк тва турнамашеша мандалапати Шрени Мсада Туччава тучча», это слово указывает на нечто совершенно незначительное. И кем они стали? «Дина ганеша коу» «Чтобы проявить благосклонность к бедным душам». «Дина ганеша». «Ганеша коу» «Гана» значит «люди», «общая масса людей». «Чтобы из сострадания к ним, к этим людям они стали отшельниками. дина ганеша коу-пина канта». Коу-пина канта это последняя ступень саньясы парамахамса, когда человек носит лишь нижнее белье на бедренную повязку. Коу-пина канта шритоу. Мы это видели в своей жизни. Если кто-то, находясь на очень высоком посту, отрекается от этого, он не может вынести жизнь. Мы видели это в Калькутте. Был один влиятельный человек, вы слышали, возможно, о нем. Господин Сиар Даас, лейтенант Ганди, он отказался от своей службы. Это было 50 лет назад, он зарабатывал в те дни 50 тысяч рупий, это не шутка. И он стал отшельником. Все последователи Ганди стали монахами. Не став монахом, вы не могли заниматься благотворительной деятельностью. Такова ведическая традиция Саньяса. Но он не смог жить, отказавшись от своей работы адвоката, он просто не смог прожить больше одного года, потому что раньше он жил, утопая в роскоши, и вдруг внезапно он стал монахом, отшельником, он просто не вынес такой жизни. Мы видели это, но здесь мы наблюдаем, что Госвами тоже были великими людьми, министрами, но как они жили? Гопи-бхава-мрита, они жили одними мыслями об экстатической любви Гопи. Гопи-бхава-мрита, она сравнивается с океаном, океан прекрасный, там постоянно плещутся волны. Точно так же отношение Гопи с Кришной сравнивается с океаном блаженства, и эти Госвами были всегда погружены в мысли об этом. Итак, достояние Кришны, его отношение с Гопи, это отнюдь не нечто заурядное. У Господа есть энергия наслаждения Ананда-Мая-Бхьясад. Верховная абсолютная истина является источником всего наслаждения Ананда-Мая-Бхьясад. Так, уровень осознания Брамана, Параматмы и Бхагавана. Если вы осознали Бхагавана, то вы постигли и Брамана, и Параматму. Например, если у вас есть 100 тысяч рупий, то у вас есть и 10, и 50 рупий. Точно так же, если вы познали Кришну, Бхагавана, то вы естественным образом постигаете и Браман, и Параматму. Однако, если вы не идете дальше осознанием Брамана или Параматмы, например, гьяни заинтересованы только в аспекте Брамана. Вы не сможете продолжать свой путь, если не осознаете Параматму и Бхагаван, Чит и Ананду. Если вы постигнете только аспект Сат, Ом Тат Сат, это не принесет вам удовлетворение, потому что вы являетесь неотъемлемой частью Сат, Чит, Ананда, Виграхи. Виграха означает форма. У вас тоже есть форма, ибо вы неотъемлемая часть формы, поэтому у вас есть форма. Форма это, возможно, отличается от той формы, которая у вас сейчас в материальном мире. Поэтому Кришна источник всех форм. Сарва-йонишу каунт и я. Сарва-йонишу есть 8 миллионов 400 тысяч форм живых существ. И Кришна говорит, Сарва-йонишу каунт и я. Сколько бы ни было форм, сколько бы ни было видов жизни, Я, Отец, дающий семя, говорит Кришна. Итак, Кришна является отцом всех живых существ. Они борются за жизнь, за выживание, в этом материальном мире. Пытаются удовлетворить различные желания, и поэтому переселяются из одного тела в другое. И так они скитаются в этом материальном мире. В этом их беда, настоящая беда. Поэтому Кришна говорит, что истинная проблема это джанмамритю джаравьядхи дукхадошин даршинам. Это истинная проблема. И сам мысл духовного пути заключается в том, чтобы выбраться из сетей круговорота рождения и смерти, старости и болезней. Вот что такое настоящая проблема. Поэтому Кришна приходит в этот мир. Зачем вы гниете в этом материальном мире? Зачем вы так тяжело боретесь здесь? Ради Ананды. Все борются ради Ананды. Но не знают, есть ли в этом Ананда. Ананда Майо Бхьясад. Кришна, Верховная Абсолютная Истина, является источником Ананды. Поэтому вы можете видеть на изображениях Кришна всегда рисуется в блаженстве. Кришна даже на поле битвы он улыбается Ананда. Он не скорбит. Это скорбит Арджуна. Но он не скорбит. Потому что он Ананда Майо Бхьясад. Там есть все наслаждение, за которым мы бегаем здесь в материальном мире. Там есть все полностью. во всей полноте. Полная Ананда. Вы можете проникнуть в Ананда Майо Лилу. И он практически продемонстрировал это во Вриндауне. Он играет со своими мальчиками пастушками. Танцует с гопией. Он играет как маленький ребенок со своим отцом и матерью и Шодой. Он любит Радхарани. Там есть все. Поэтому здесь сказано Вы можете зазерцать все эти Ананда Майя Лилы Атмани в себе. Как Шрададхана Шрадха Шрадха Я уже говорил много раз об этом сказано в читании Чиритамрите. Вот что такое Шрадха. Это когда Вы непоколебимо верите. Непоколебимо. Вы тверды в своей вере Веря в чем? Кришне Бхакти Кайли Сарва Карма Крит Ахо Если вы стали преданным Кришне вы достигли всего совершенства. Вот что такое Шрадха вера в это. Потому что Кришна говорит в завершении своих наставлений Бхагавадгиты Шаранам Драджа Добровольно предайся мне и тогда я позабочусь о тебе. Не нужно ни о чем рассуждать. Действуй прямо сейчас. Так говорит Кришна. Итак если человек следует этому принципу то это называется Шрадхой. Здесь сказано Дело в том что после Бхагавадгиты было написано Бхагавата тот кто признает Кришну Верховной Личностью Бога познав Бхагавадгиту как она есть а не читая какие-то ложные неверные толкования тот кто постигает ее как она есть обретает Шрадху Шрадхана Муная как только он становится преданной душой он становится одним из муни великих мудрецов широкомыслящих людей муни махатма о какой Шрадхе здесь говорится гьяна вайраги югтая должно быть две вещи гьяна и вайраги я уже говорил что на самом деле наша цель жизни как людей это обретать знания и развивать вайраги отрешенность если мы просто говорим о знании это бесполезно должна быть также вайраги поэтому Шипат Шанкарачарья не любил просто говорить он говорил прежде всего станьте саньяси такова была его проповедь только после этого говорите так гьяна вайраги тот кто действительно является гьяней должен быть и вайраги вайраги значит вигаторага мы не раги рага значит привязанность мы питаем материальные привязанности но когда вы действительно становитесь гьяней вы должны быть не привязаны к материи это называется гьяновая раги югтая атмани внутри себя он созерцает параматму совершенный йог всегда созерцает верховную личность бога внутри себя у меня спрашивали почему кришна темного цвета но об этом сказано в брама-самхите шьяма-сундара здесь никому не нравится смотреть на чернокожего но кришна темнокожий но в то же время он изысканно прекрасен это невозможно понять материальным умом в другом месте сказано аси там будда сундарангом его тело подобно черной туче кандарпа котик амония мы знаем кто такой кандарпа это купидон он очень красив но если вы умножите красоту кандарпы миллион раз он все равно не сравнится с красотой кришны так эти противоречивые понятия не способны постичь тем кто не обладает бальзамом любви к богу приманчана чурита бхакти вилочная анджана мы знаем что это такое это определенная мазь итак все начинается с шрадхи адов шрадха если у вас есть эта вера бхагавадгита предназначена для того чтобы создать предварительную веру чтобы понять бога это бхагавадгита дело в том что мы не знаем мы не можем понять бога своими несовершенными чувствами наши нынешние чувства стремятся только к материальным наслаждениям как они смогут постичь кришну это невозможно поэтому здесь сказано гьяна и вайраги юг тая вы сможете понять только если у вас есть гьяна гьяна значит брама бхута тот кто постиг ахам брамасми тот кто понимает я не тело я вечная душа брама бхута прасанатма сейчас мы отождествляем себя с телом отношениями связанными с телом я американец я андеец я браман я кшатри я черный я белый я сильный я слабый я толстый я худой и так далее все это обозначения так мы должны освободиться от всех отождествлений это гьяна сарвопадхи винира муктам упадхи это упадхи это телесное мировоззрение оно называется упадхи и так сарва упадхи когда вы до конца освобождаетесь от всех отождествлений перестайте думать считать себя американцем индийцем браманом шудрой вы начинаете понимать что я вечный слуга кришны гопи бар падакамал дасу 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 читание махапрабутак проповедовал я не браман я не шудра я не царь я не ваще не саньяси я не что из этого ибо все это материальное обозначение варна ашама четыре варны брамана кшатри ваще шудрой и четыре ашама брамачария грехастого напрасто и саньяса и так каждый из нас принадлежит к одной из этих восьми категорий читание махапрабута говорит что я не принадлежу ни к одной из этих категорий нагам випару нача на рапа тирва нача я тирва так кто же вы тогда гопи барту падакамалайор даса даса гопи барту защитник гопи гопи барту господин гопи это кришна падакамалайор его лотосный стоп слуга слуга его слуги его слуги его слуги его слуги его слуга слуга слуги чем больше вы служите слугам его слуг тем больше вы освобождаетесь здесь в материальном мире все люди хотят быть господами я его господин я его господин его господин мы пытаемся стать господами но там все в точности да наоборот ващнау философия ващнау заключается в том чтобы стать слугой слуги 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 сотни раз слуги дело в том что эту философию можно постичь только став слугой а не господин Это называется гьяновая рагья, югтая. Ибо до тех пор, пока вы хотите стать господином, вы по-прежнему находитесь в Аггьяне. Вы не можете быть господином. Как вы можете стать господином? Истинный господин Кришна. Бог Тарам Яггета Пасам. Как вы можете стать господином? Разве вы можете превзойти Кришну? Он Сарвалока Махешварам. Итак, это гьяна, как проповеду Читани Махапрабху. Мы не должны пытаться стать господином или богом. Мы должны стать слугой бога. Не только слугой, но слугой, слуги, слуги, слуги. Сотни раз. И тогда вы станете совершенным. Таково требование Кришны. Прежде всего, станьте слугой. Дело в том, что это ваше истинное положение. Читание Махапрабху подтверждает это. Дживирасфарупаха, ниття Кришна дас. Это наше положение. Это гьяна. Всякий, кто заявляет, объявляет себя кем-то иным, не обладает знанием. Это гьяна. И это подтверждается в Бхагавадгите. Я несколько раз уже говорил об этом. Бахунам Джанманаманте. Спустя многие жизни, проведенные в попытках стать господином, когда человек действительно становится гьяна-ваном, гьяна-ван-ман пропаде-те. Это истинный знак того, что он предался Кришне. Он обрел истинное знание. Это не просто сентименты. Потому что Бахунам Джанманаманте, он прошел, он получил опыт многих жизней. Он старался стать господином, богом и так далее. Но когда он действительно становится гьяна-ваном, он осознает мам пропаде-те, Васудева-сарвамати. Когда он понимает, Васудева, Кришна является изначальным источником, является всем. Это настоящая гьяна. Это истинное знание. Поэтому вы должны стать вайраги. Должны отказаться от вашего гордого сознания, господина, бога и так далее. Это называется гьяна-вайраги. И здесь снова это подтверждается. Бхактия, если используется слово «бхактия», не может быть и речи о том, чтобы стать господином. Когда используется слово «бхактия», «бхактия» — это среда между богованом и бхактой. Отношения между богованом и бхактой называются «бхактия». «бхактия» — «бхаджадхату севаям». Севаям — есть севака, слуга, а есть севья, господин. Одному поклоняются, а другой служат. А сам процесс называется «бхактия». Здесь тоже сказано «бхактия». Какое бхактия? Бхактия — шрута грехитая. Шрута. Слушая шрути, веды. Все это основано полностью, целиком и полностью на ведическом знании, не на сентиментах. Сентиментальная бхактия тоже может иметь место, потому что человек принимает Кришну, поэтому какая-то ценность в этом есть. Но настоящая бхактия, как говорит Шри Джива Госвами, основана на понимании Веданта-сутры, и такое бхактия совершенно. Оно основано на гьяне, на знании и вайраге. И Кришна тоже говорит, Брама-сутра — это Веданта-сутра. На самом деле в Веданта-сутре говорится только о бхакти, но, к сожалению, люди по-другому усталковывают Веданту, следуя Шарирка-бхашья. Но все ачарии, Рамануджа-чария, Мадва-чария, все они дали свои комментарии на Веданта-сутру. Итак, Ведантист — это не только тот, кто в Майваде. На самом деле Ведантисты — это преданные, потому что Веда-анта, Веда — значит знание, а Анта — значит последнее слово. Последнее слово — это Бхагаван. Это Веданта. Здесь сказано, Браммети, Параматмети, Бхагаваны, Тишабдяты. Если вы, изучая Веданту, осознаете только Браман — это не совершенство. Если вы осознаете только Параматму, изучая Веданту, это тоже несовершенный уровень. Но когда вы постигаете Бхагавана, вы достигаете совершенства. Это подтверждается в Бхагавадгите. Если, изучив Веданту и все ведические писания, вы не познали Кришну, то Шрама Эва Хикяваян — все это необходимо. Гьяна и Вайраги. Это очень легко можно обрести в Асадеве, Бхагавати, Бхакти-йога, Прайоджита. Если встать на путь Бхакти-йоги по отношению к Верховной Личности Бога, в Асадеве, то в очень короткое время Джанайати Ашу, Ашу значит «очень скоро», Гьяна Вайраги, Агайтука. Я видел пример эти европейские, американские юноши и девушки. Я видел, как в них развивается отречение Вайраги. У них есть огромные возможности для материальных наслаждений. Материальные наслаждения — что это такое? Это деньги и женщины. Таков стандарт материальных наслаждений. Но эти юноши и девушки, у них всего в достатке. Деньги валяются на улице. Женщины ходят по улицам свободно. Вы можете выбирать себе, сколько хотите. Таковы страны Запада. Но они от всего отказались. Это Вайраги. Почему? Гьянам. Они обрели истинное знание. Кришна стул Богован Своя. Как сказал Бхавананда Махараш. Они тверды в своей вере. Кришна стул Богован Своя. Мы посвятим свою жизнь Кришне. Это настоящая гьяна и Вайраги. Бхактия. Вот что нужно понимать под словом «бхактия». Дело в том, что без бхакти вы не попадете в Царство Бога. Это невозможно. Об этом сказано в Бхагавадгите. Вишате значит «войти». Кто удостаивается Духовного мира? Есть Духовный мир, другой мир. Парастасматту Бхаваньо. Вьякто-вьякто-цанатана. Санатана Дхама. Вы не сможете проникнуть в нее, не будучи бхактой. Бхактия Мама Бхиджанати. Те, кто достигают Духовного мира, Браман, нервишеших Браман, из-за недостатков бхакти, вынуждены снова пасть вниз. Об этом сказано в Бхагавате. Есть такие люди, которые думают «Сейчас я наконец обрел освобождение». Я не равиндакши, вимукта-манина. Вимукта-манина означает «они ирише». Воображают, что обрели освобождение. Но авишудха-букта-будхая, их разум, еще не очистился. И каков результат? Допустим, человек достигает уровня сознания Брамана. Он не мукта. Да, он мукта. Хорошо. Но его разум еще не чист. Почему? Придаваясь суровому подвижничеству, они достигают Брамалоки, Парамападам, Патантиадах. Они вновь падают. Вновь падают? Почему? Например, безличное небо. Вы можете взлететь в небо на вашем скоростном самолете, но если вы не найдете прибежищи на какой из планет, вы вынуждены вернуться вниз. Например, сейчас они отправляются на Луну. Они летают туда и возвращаются. Почему бы им там не остаться? Вообще сомнительно, что они туда летают. Так или иначе, таково положение нервиша-шавады. Они не способны проникнуть на планеты Вайконхи, потому что они не бахты. Если вы не бахты, вас никто не примет туда, на планеты Вайконхи. Как, например, здесь. На небе миллионы планет. Также и в Брамаджиоте. Плавают миллионы, миллионы планет. Их называют Вайконхалоками. Но на те Вайконхалоки могут взять только преданных, только бакт. Непреданные не способны проникнуть туда. Непреданные могут достичь Брамалоки, сияния Брамана, состоящего из вечных душ. Но вечная душа — это неотъемлемая часть Верховного Господа, который Ананда Майя. Но там они не обретают Ананды. Они лишь возвышаются до положения вечности. Но вечность без Ананды. Представьте себе, предположим, вам предоставили очень хорошее место и сказали, «Живи здесь вечно». Но ты будешь жить только один, никто другой не будет с тобой. Как долго вы сможете прожить? Ведь как живое существо, вы неотъемлемая часть Кришны, вы хотите Ананды. А для Ананды необходима общество, дружба, любовь. Это Ананда. Это не имперсонализм, это персонализм. До тех пор, пока вы не войдете в личное окружение Кришны, исполненные разнообразных игр, вы не сможете обрести Ананды. До тех пор, пока вы не обретете необходимых качеств, чтобы танцевать с Кришной, чтобы играть с Кришной, чтобы стать отцом Кришной, матерью Кришны, наслаждаться Анандамаем, Анандачин Майяраса, вы не сможете быть счастливыми. Поэтому Арухья Кришрена, Брама Пада, Верховный, Парампадам, Адхах, они падают. Поэтому иногда мы наблюдаем великие Саньяси, они говорят Брама, Саттям Джаган Митя, они отрекаются от этого мира, принимают Саньясу, но через некоторое время они начинают заниматься политикой, социологией. Зачем? Если Джагад, это Митя, зачем вы проявляете интерес к политике, социологии, благотворительности? Это означает, что они так и не смогли обрести Ананду, не получив соприкосновения с лотосными стопами Кришны. Поэтому они приходят и ищут Ананду здесь, в этом мире. Это практический пример. Итак, просто уровень осознания Брамана это еще не совершенство. Уровень осознания Параматмы тоже не совершенства. Но если вы осознаете Бхагавана, вы осознаете одновременно и Браман, и Параматму, и Бхагавана. И это приносит Ананду. И это доступно, как оно есть. Благодаря слушанию. Поэтому Ру Бхагавана говорит, Тот, кто не понимает философию Бхагти, с позиции Шрути, Веды, Смрити. Например, Бхагавагита — это Смрити. Шрути, Смрити, Пуранади, Нарада Панчаратру. Не ссылаясь на эти книги знания, если вы становитесь так называемым преданным, Ру Бхагасвами не признает этого. Здесь тоже сказано об этом. Шрута Грихита — совершенное знание, основанное на ведах, и преданность. Сухое ведическое знание превращает вас в имперсоналиста, и вы достигаете только половинчатого просветления. Поэтому необходимо Бхакти. Бхакти не должно быть осквернено желанием обрести карму и гьяну. Людей интересует Дхарма Артхакама Мокша. Но Бхагавата говорит, выше этого, Дхарма Проджита Кайта Ватра, здесь Шримад Бхагаватам, говорится, что Дхарма Артхакама Мокша — это обман, потому что они не дают вам непосредственного преданного служения Господу. Поэтому Весадейва говорит, Дхарма Проджита Кайта Ватра Параман Нирма Саранан Баста Вовску Пиддаматра Итак, если мы хотим постичь настоящую реальность, Васта Ва Васту — это Кришна. Мы должны следовать этому процессу. Какому? Вы должны получать знания об акте по цепи Парампары. Эвам Парампара Праптам. Парампара. Адао Гурва Шрем. Поэтому мы должны принять Гуру, который состоит в цепи Парампары. Например, Арджуна. Он находится в Парампаре. Дело в том, что Парампара была утрачена, и Кришна вновь рассказал Бхагавадгиту Арджуне. Итак, пытайтесь понять Бхагавадгиту, как Арджуна пытался понять ее. И тогда вы сможете понять Кришну. Ваше понимание будет совершенное. Если же вы пытаетесь перевнести свой собственный смысл, воображение, вы просто напрасно тратите время. Не делайте этого. Попытайтесь понять Кришну, какой Он есть, как Он сам говорит о себе. Разве это трудно? Если Кришна говорит, если Бог говорит «Я такой», зачем вы придумываете какие-то способы понимания Бога, попусту теряя время? Бог дает свое имя, свой адрес. Бог описывает свои деяния. Все есть. Почему бы они понять Бога? Зачем вы заняты какими-то исследованиями? Не тратьте время зря, пытаясь постичь Бога, проводя исследования. Бог сам проповедует вам. Я Бог, я здесь. Манмана Бхавамат Бхакто. Итак, это движение сознания Кришны есть нечто выдуманное. Это авторитетный путь. Кришна говорит «Манмана Бхавамат Бхакто». И мы проповедуем именно эту философию. И это не трудно. Каждый способен на это. Каждый. Не подумайте, что я тут какие-то чудеса вам показываю. Что тут чудесного? Они говорят, что я сотворил чудо. Я не знаю, какое чудо я сотворил. Я знаю только то, как представлять Кришну, каков Он есть. Таков секрет. Каждый может понять Кришну, как Он есть, изучая Бхагават Гитуши и Манбхагават. Зачем проводить исследования? Зачем изобретать какие-то средства? Это бесполезная трата времени. Спасибо вам большое.